Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о коляске, которая, друзья, мне нравится очень-очень сильно. Я вообще сторонник такого рода колясочек, потому что BumbleRide, этот бренд американский, моделька называется Indie. Это, знаете, как вот бывают походные ботинки, там, я не знаю, например, там Cat-компания, которой там лопатой по ботинку ударишь, у тебя ноги ничего не будет. Это сверхпрочные вещи для походов, соответственно, одежда такая специальная есть для хайкинга. И, соответственно, эта колясочка для этого тоже очень хорошо подходит, потому что это неубиваемая коляска, это внедорожная коляска. Она очень комфортная, кстати, для ребенка, и она очень прочна и практично выполнена практически вся. Здесь даже вот материал ручки, это не эко-кожа, как все мы любим, а это просто резина. Но, друзья, резина, она не впитывает влагу, она не рвется, потому что мы очень много уже лет продаем эти коляски. Этот материал зарекомендовался как один из самых неубиваемых. Он не трескается, ничего, даже в большие морозы. Материалы здесь очень прочные. В общем, друзья, сегодня мы с вами поговорим о BumbleRide Indie. И перед обзором в двух словах технические вводные данные вам назову. BumbleRide, американская компания, производитель дает гарантию у нас целых два года. На самом деле эти коляски отхаживают там двоих-троих детей. При должном уходе, естественно, друзья, не забывайте ухаживать за коляской раз в два-три месяца. Обслужите ее, протуйте, смажьте силиконом. Вот, поэтому тогда будет все прекрасно. Так, смотрите, друзья, колясочка здесь весит, смотрите, вот она была, скажем так, до 23-го года и 23-го года. И здесь получается, что, смотря какая вам придет, 10,9 килограмм и 11,6 килограмм. Поэтому имейте в виду, что одна может там на пару сотен грамм быть тяжелее. Но, друзья, это фигня, вы никогда не поймете это вживую. Так, наклон спиночки у нас 100 градусов, 170, посмотрим на это. Смотрите, производитель заявляет, что можно эксплуатировать колясочку с рождения до 5 лет. Но с рождения бы я ее эксплуатировал, мое личное мнение, только вместе с люлькой. Два в одном обзор позже будет тоже на канале. Только с люлечкой, друзья, потому что здесь ребенок не так уж и полностью ровно лежит, без жесткого основания. Я лично сторонник возить ребенка до полугода исключительно в люльках, так как это должно быть. В каком-то редком случае, в одномоментно, как-то можно положить прогулку, прокатиться, дела сделать. Но не на постоянной основе, друзья, мое мнение. Поэтому до 5 лет можно эксплуатировать. Коляска выдерживает, как заявляет производитель, 25 килограмм. И 63 сантиметра колесная база. Это прям по самую низкую, скажем так, рисочку для стандартного лифта. В старых домах стандартный лифт на 63 сантиметра. Поэтому тютелька в тютельку войдете. Так, и из опыта хочу еще просто вот добавить. Эта колясочка очень хорошо подходит даже для родителей, у которых особенные дети. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Там нужно достаточно долго возить в коляске. Поэтому очень много было продано колясок именно особенным детям. Потому что она крупная и вмещает большого ребенка. Имейте в виду, друзья. Собственно, начнем изучать сверху вниз. Кстати, в комплекте что у нас идет. Да, в принципе, друзья, здесь вас не балуют большой комплектацией. Только вот колясочка. Смотрите, ручка у нас регулируемая. В очень сильно большом диапазоне. И, как я говорил, выполнена она в резине. Хват очень приятный. Очень уверенный. Такой прям мощный хват. Вот. Что касается тканей. Классная ткань. Неубиваемая. Ее тяжело порвать, поцарапать. Суперская ткань. Также есть смотровое окошечко для ребеночка на магнитике. Вот так все это дело фиксируется. Кстати, если лето, можно это дело вот так вот на крючочке и зафиксировать. Вот так вот, друзья. Смотрите, можно это все провернуть. Вот. Поэтому все сделано для людей. Козырек здоровый. Давайте я сейчас опущу спиночку. Она, кстати, регулируется у нас с помощью ремешков. Опускаем. И посмотрим на лежачее положение. И насколько у нас покрывает коляску козырек. Покрывает он максимально сильно. Очень-очень большой козырек. Если вот так сверху смотреть, наверное, только носочки ребенка будут видны. С-под козырька. Вот. Регулируется он очень простым способом. Он бесшумный абсолютно. Поэтому все хорошо. На задней стеночке у нас есть кармашечек. Также мы можем кнопочки открыть. И у нас тут вот такая вот опция есть. Здесь стеночка плюс москитной сеточкой для проветривания. Все предусмотрено, друзья. Все на кнопках. Как я говорил, все мощно сделано. Так. Давайте посмотрим на сиденье. На само сиденье. Опа. Что у нас здесь? Спинка здесь, друзья, очень высокая в коляске. Потому что, как я говорил, она хорошо подходит для особенных детей, друзья. Она очень высокая, она жесткая, она не гамаком. Спинка у ребенка не прогибается. Все хорошо. Нормальный толщины матрасик внутри использован. Пятиточечные ремни. Бампер, который вот так вот делается. Но, друзья, это не для того, чтобы вы ее так в прогулке делали. Это для складывания колясочки. Поэтому, вот как есть, так есть. Он также у нас, как сама коляска обитая этим же материалом обит, наполнен наполнителем мягеньким, чтобы ребеночек не травмировался. Подножечко у нас регулируется. Вот, видите, ее даже можно, в принципе, вот так загнуть. И тогда класть сюда новорожденного ребенка, потому что у него как бы такая люлечка образуется. Вот. Плюс еще здесь, видите, есть вот такие вот специальные ушки, которые мы вот в эту сторону фиксируем. И получаем вот ту самую люлечку. Но ребенок все равно продолжает ехать таким образом по ходу движения. Но, насколько я знаю, психологи, врачи рекомендуют возить ребеночка лицом к вам до полугода. А как крайность, мое личное мнение, можно вот так вот использовать. В общем, бампер здесь не откидывается, как калиточка. По-моему, это здесь не умеет он так делать. Сейчас, секундочку, открою его. Но, да, он не откидывается в стороночку, поэтому он или снимается, или ставится обратно. Крепление здесь такое, достаточно прочное. Вот так вот. Вот, собственно, друзья, сейчас, кстати, те самые 100 градусов, которых я говорил, почти капитанская посадка. И 170 градусов лежим. Так, сейчас, секундочку, ремешок поправлю. Ремешки, дело такое, друзья. Его нужно тянуть одновременно, потому что, если один перетянет другой, она чуть-чуть будет кривовато. Поэтому тянуть сразу нужно за оба. Вот, собственно, 170 градусов, о которых я говорил. Можно спокойно спать ребеночку. Так, теперь давайте изучим с вами, друзья, сильную сторону этой коляски. Это будет у нас основание. И что хочу сразу сказать по основанию. Это то, что, как я начал вначале говорить, коляска мега неубиваемая, мега надежная, толстая. И используются трубки, все крепления внутри, все металлическое, прям такое тяжеленькое, мощное. Колеса у нас надувные, очень мягкие, очень мягкая амортизация. Вот, плюс еще, если колеса чуточку приспустить, она вообще плывет просто. Видите, все механизмы, все так мощно. Сделано колесо, естественно, с возможностью блокировки. Если вдруг вы попали совсем в какое-то отчаянное бездорожье, можно это все преодолеть с помощью, видите, рычажочка одного. Так, вот одновременно тянем, все ровненько. Кстати, есть кармашка, два кармашка сзади на спинке. Так, друзья, что касается тормоза. Тормоз классный. Оба раза мы это делаем подошвой, тормозим и ставим на тормоз. И, собственно, не портим свою обувь. В комплекте, кстати, если я не ошибаюсь, должен быть насос. Да, насос идет в комплекте, внизу в кармашке, чтобы вы в случае чего могли накачать колеса. Багажник, друзья, классный, глубокий, с очень высокими бортами. Вы видите, борта очень высокие. Проем нормальный, можно двунормально, так что-то крупное сюда накидать. Основание тоже жесткое, не провисает. Клиренс, кстати, очень хороший у колясочки. Бордюры, поребрики. Соответственно, вы не будете шоркать, когда нагрузите багажник и будете на них заезжать. Так, и теперь давайте посмотрим, как ее сложить. Вот, для этого нам нужно что сделать? Опускаем подножечку, бампер, бампер, вот где нужно складывать, зачем он так сделан. Тут, с правой, с левой стороны, есть такие курки, назовем их так. Опускаем, точнее говоря, запрокидываем. Вперед. Здесь у нас есть ручка, за которую можно взять, такая резиновая толстенная ручка. Ну и, собственно, и все. Естественно, никакой речи нету о ручной кладе и тому подобное. Это лютый, конкретный внедорожник, с которой, кстати, можно прекрасно совершать беговые прогулки. И она к этому готова спокойно. Вот. И при этом вес абсолютно адекватный. При ее такой монструозном виде, вес там 10 с копейками килограмм, я считаю, ни о чем. Вполне себе адекватный вес. И самое главное, из опыта, опять же вам скажу, это комфорт. Она очень тихо едет, комфортно едет, мягко едет. Она не брякает, не дребезжит. В общем, все максимально хорошо сделано. Поэтому я вот очень-очень ценю это в таких колясочках, когда они такие вот бесшумные, хорошо, качественно, добротно собранные. И по этой же причине я рекомендую вам обратить на нее внимание, если вы ищете такую хорошую, мощную, прогодченную коляску для своего ребенка, может быть, для своего крупного ребеночка. Вот дети такие упитанные. Почему бы не обратить на нее внимание? А приехать, посмотреть, вы можете в сеть магазина FirstBuggy, первая коляска, нас в России много. Так что ждем вас. А если остались вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я на них отвечу. А вам хочу пожелать сделать грамотный выбор. Всего доброго.